Тема 828. Бесплатное пополнение с чета-телефона Индийский предприниматель Кунал Шах занимался вопросами маркетинга, как заставить человека охотнее покупать товары тех или иных фирм. Первоначально он создал компанию, которая за каждую покупку начисляла пользователю так называемый «кэшбэк». То есть часть денег за покупку возвращалась на покупательский кошелёк или счёт. Но в такой схеме есть одно слабое место, чтобы человеку получить «кэшбэк». Ему нужно сначала заставить себя что-то купить. Но есть один род покупки, на которую человека не надо дополнительно сподвигать. Он вынужден это покупать, причём довольно часто. Это покупка, пополнение с чета мобильной связи. И тогда Кунал решил привязать все эти маркетинговые штучки, скидочные купоны, именно к пополнению с чета. Он открыл в Индии компанию «Free Charging». Буквально бесплатное пополнение с чета, которое позволяло каждому пользователю, пополняя счёт своего мобильного телефона, получать дополнительные купоны на различные товары и услуги. Причём, купоны из самых разных сфер. Из сферы питания, услуг, развлечений, путешествий, здоровья, товаров. Некоторые купоны достаются бесплатно, а за некоторые нужно заплатить 1,3 рупии, 0,825 рубля на наши деньги. Как, например, за купон на покупку взрослого велосипеда. Я на сервисе «Free Charging». Заказала пополнение с чета на 500 рупий, мне за 1 дополнительную рупию предложили воспользоваться скидкой в 500 рупий. Получается, что для меня пополнение с чета действительно почти бесплатное. Схему бизнеса можно представить следующим образом. Как обнаружил индийский предприниматель, благодаря своим исследованиям, огромная масса людей имеет стабильную непоколебимую мотивацию заплатить за мобильную связь, которую у них создали операторы мобильной связи. Индийская компания «Free Charging» встала на пути этого мощного потока, чтобы заинтересовать пользователей выгодным предложением оплатить мобильную связь через «Free Charging» с возможностью получить скидочные купоны. Почему коммерческие фирмы на схеме «Shop 1, Shop 4» вольются в эту схему, потому что их главный мотиватор – продать. И если компания предложит им готовых покупателей, почему не поучаствовать «Shop 1, Shop 4»? Конечно, придется продать купанным клиентам товар чуть дешевле, но зато гарантированно они так и так тратят массу денег на слепую рекламу. Гарантированный покупатель всяко принесет им прибыль. Таким образом, в выигрыше оказываются все. Люди оплачивают мобильную связь, получают за это скидочные купоны и экономят на последующих покупках. Коммерческие фирмы получают гарантированных клиентов, а компания «Free Charging» получает прибыль, которую берет частично из денег пользователей, частично с коммерческих фирм. Самая главная идея этого бизнеса – найти мощный поток гарантированных платежей. В примере выше эта мощь проявилась тем, что буквально за 3,5 года компания «Free Charging» собрала под своим крылом 15 миллионов пользователей, что обеспечивает ей постоянный доход. Сами знаете, что мобильные платежи приходится осуществлять постоянно и регулярно. За последний год ее доход увеличился на 1 тысяча, и в этом году она собирается сделать еще больший оборот. А на сегодняшний день ее оценили в 400 миллионов долларов. Вот здесь можете в этом убедиться. Вот так увлечение маркетингом может помочь найти стабильные денежные потоки и создать многомиллионный бизнес. Как схема поможет вам создать прибыльный бизнес. Если вы не создадите такую же глобальную, как индийскую, компанию в России, если она еще не существует, то можете действовать на локальном или низшем уровне. Например, каждая семья в России один раз в месяц оплачивает услуги ЖКХ, тоже вынужденная и обязательная трата денег, еще более обязательная, чем пополнение счета мобильного. Почему бы не предложить сервис оплаты услуг ЖКХ через посредника, который предложил бы людям большую экономию в оплате за квартиру? В обмен на скидки в самых разнообразных полезных службах. Например, в установке пластиковых окон, в клининговых услугах, в покупке новой ванной или ремонте. Например, я, как клиент ЖКХ, прихожу в фирму под названием «Сэкономь на квартплате», оплачиваю через нее квартирную плату, например, 5000 рублей. За это получаю купон в 2000 рублей на установку четырех пластиковых окон, купон на сумму 1000 рублей за еженедельный клининг моей квартиры в течение месяца, купон на сумму 500 рублей за покупку нового ковра в детскую и купон в 1500 рублей на установку видеодомофона. Таким образом, я вернула бы себе оплаченные деньги за квартиру, получила четыре услуги, товар со скидкой и активизировала местный бизнес. Не будь этих скидок, я еще год собиралась бы на установку пластиковых окон, мыла свои полы сама, так и не купила бы новый ковер и не решилась на установку видеодомофона. Фирма-посредник все эти 5000 рублей востребовала бы с коммерческих. Фирма-посредник все эти деньги уйдут на уплату услуг ЖКХ клиента, плюс взяла бы с них еще некую сумму, свою прибыль, так как коммерсанты готовы идти на большие скидки ради готового клиента. И что получаем в итоге? ЖКХ получила свой грабительский платеж. Я сэкономила на услугах, которые давно не решалась заказать. Местный бизнес получил почти даром готовых клиентов. Город получил свои местные налоги, в том числе с новой компанией сэконом на квартплате. Жизнь продолжает развиваться, несмотря на кризисы и недоразвитость российского предпринимательства. А все потому, что одна схема объединила в себе и город, и жителей, и местный бизнес. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА